Ребята, и снова всем привет! Посмотрите это видео от начала до конца и вы поймете как вам действовать в этой ситуации которая сейчас появится на вашем экране Итак, вы пытаетесь зайти на свою страницу ВКонтакте как обычно вводите в поле логин номер вашего телефона либо вашу почту дальше вводите пароль и на следующей странице появляется вот такое вот сообщение подтвердите вход введите код из приложения генератора кодов давайте сейчас разберемся почему появляется у вас вот такое вот сообщение в первую очередь я расскажу сейчас за себя почему у меня такое сообщение появляется на моей странице ВКонтакте установлена двухфакторная аутентификация то есть двойная защита которая подразумевает получение одноразового смс-кода на мой номер телефона, который привязан к этой странице а также если нет доступа к номеру телефона тогда я могу получить одноразовый код при помощи Google Аутентификатора то есть это специальное приложение которое привязывается к вашей странице ВКонтакте и если у вас нет доступа к вашему номеру телефона тогда вы можете открыть приложение и этот код сгенерируется и тем самым вы ведете его в это поле ну а теперь ответ на ваш вопрос вот и прозвучал если у вас появляется вот такое вот сообщение подтвердите вход то конечно же у вас включена двухфакторная аутентификация просто так это сообщение бы не появлялось если бы вы не привязали приложение для генерации кодов к своей странице если бы этого приложения не было бы то вы просто получили бы одноразовый смс-код и все на этом подтверждение вашей личности бы закончилось а так вам нужно сейчас подтвердить вход при помощи приложения генератора кодов но вы не помните, что вы привязывали свою страницу к генератору кодов либо вы не знаете либо вы пытаетесь зайти на чью-то чужую страницу то есть у вас есть логин и пароль а дальше защита вас не пускает поэтому, ребят, давайте сейчас вы послушайте внимательно многие подписчики мне пишут о том что вот я скачал либо скачала гугл аутентификатор к себе в смартфон дальше что мне делать? а ничего вы не сделаете гугл аутентификатор привязывается к странице только тогда когда у вас есть доступ к вашей странице то есть вы можете зайти спокойно в настройки и спокойно привязать гугл аутентификатор то есть нужно связать вашу страницу с гугл аутентификатором если у вас доступа к вашей странице нет то, соответственно, установив Google Аутентификатор, вы не сможете привязать вашу страницу, соответственно, вы не получите никакой код. Поэтому, если у вас нет этого приложения в смартфоне, то, конечно, вы никуда не зайдете. Поэтому нужно действовать следующим образом. Вот есть текст, вот такой вот, подтвердить другим способом. Давайте его нажмем. Лично у меня открылась вот такая вот страница. То есть, мне написали, что мы отправили смс-кодом на номер. Вот он мой номер, который привязан к моей странице ВКонтакте. И, соответственно, я сейчас должен получить смс-сообщение с этим кодом. Но, ребят, давайте так поступим. Перед тем, как отправлять код, перед тем, как отправлять код, вы возьмите, перезагрузите свой смартфон. Для чего перезагрузить ваш смартфон нужно? Для того, чтобы произошла перерегистрация мобильной сети. Вот тогда смс-ки будут нормально поступать. Они могут, в принципе, смс-ка может сразу прийти. Но, в моем случае, мне пришлось перезагрузить смартфон. И тогда только поступило смс-сообщение. Поэтому обязательно перезагрузите свой смартфон. И после зайдете на свою страницу ВКонтакте и закажете вот этот вот код из смс. Если вы, допустим, поленитесь перезагрузить свой смартфон, то, возможно, смс-ка не придет. Если вы несколько раз будете отправлять смс, то тогда сработает своего рода защита. То есть, вы будете создавать спам, так называемый. Вы будете несколько раз требовать код, смс-ка вроде бы в пути. То есть, ВКонтакте отправило вам сообщение, но сообщение на ваш смартфон не приходит. Из-за какого-то сбоя сети, допустим, да. И ВКонтакте понимает, что это сообщение было уже отправлено несколько раз. Но вы, как бы, создаете так называемый спам. И вы получите вот такой вот текст сообщения. Код уже был отправлен повторно. Код ошибки 103. Поэтому, ребят, чтобы не получать это смс-сообщение, не поленитесь. А перед отправкой одноразового кода перезагрузите свой смартфон. А после уже отправляйте одноразовый код. И вот еще один вариант решения этой проблемы. Но для этого нужен компьютер. Либо ноутбук, неважно. В общем, что нужно тут делать? Заходим просто-напросто в компьютерную версию ВК. То есть, все делаем стандартным образом. Вводим сюда телефон или почту. Дальше вводим пароль и жмем кнопку продолжить. Опять вы увидите вот такое вот сообщение. Подтвердите вход, введите код из приложения генератора кодов. Но у вас генератора кодов нет. Поэтому опять жмем вот этот вот синий текст. Подтвердить другим способом. Но имейте в виду, что и в компьютерной версии может появиться вот этот текст ошибки. Код уже был отправлен повторно. 103. Поэтому, ребят, постарайтесь не лениться. Перед тем, как отправить смс-ку, перезагружаем свой смартфон. Если по какой-то причине опять смс не пришла, тогда, если вы будете пробовать через компьютерную версию, тогда перед тем, как предпринять попытку это все сделать через комп, опять же перезагрузите свой смартфон. И когда вы получите смс-сообщение через компьютерную версию, вот этот код, который к вам поступит, вы можете его ввести к себе в смартфон, то есть в мобильную версию. Он подходит, я проверял, то есть можно так сделать. И вы можете зайти к себе в ВК. Если по какой-то причине, ну вы не будете, вы не сможете получить через мобильную версию этот код, то через компьютерную версию, возможно, его получить. Видите, это как вариант номер 2. Вводите этот код потом, только не в компьютерной версии, ну смс-сообщение придет, не в компе у себя вводите, но можете там ввести, в принципе. Вот, а вводите уже в приложении ВК. А также, ребят, еще какой момент может быть, возможно, стоит почистить кэш в вашем приложении. Как это делать? Сейчас вам быстро покажу. Итак, сворачиваю. Дальше заходим в настройки. Вот она, шестеренка, видите? Показываю на смартфоне Android. Жмем в настройки, заходим. Открываются настройки. Здесь находим раздел, который называется приложение. Вот он, он. Жмем. Здесь выбираем все приложения. Жмем. Дальше. Загружаются все ваши приложения. Здесь вам нужно найти ваше приложение ВК. Вот, есть кнопка поиска. Можно быстро воспользоваться. Английскими пишу ВК. Вот. Все. Отобразилось это приложение. Заходим в него. И теперь здесь есть кнопка, которая называется очистить. Жмем на нее. И здесь выбираем очистить кэш. и жмем кнопку ОК. И мы вычищаем тем самым кэш. Дальше. После чистки кэша в мобильной версии перезагружаем опять свой смартфон и пробуем зайти на свою страницу ВК. То есть получить смс. Если опять будет код 103, тогда, ну если в компе у вас был код 103 и тут уже код 103, тогда, ребята, включение, например, VPN уже не поможет. Я пробовал, тестировал, включал VPN, менял страну. Такая же ошибка высвечивается. Поэтому тут уже просто-напросто нужно подождать кое-какое время, несколько часов, либо через сутки попробовать. Я точно сейчас не знаю. Нужно будет разобраться с этой ошибкой 103. Но во всяком случае, как у меня происходили дела. Через мобильную версию я не смог зайти. То есть получалось, ну, отправил одно смс-ку, потом отправил вторую смс-ку, потом я получил вот эту ошибку 103. Дальше я попробовал очистить кэш. Чистка кэша помогла, кстати, чистка кэша помогла. Я отправил еще одну смс-ку. В общем, я ее не получил. После, что я сделал? После, я зашел в компьютерную версию, зашел в компьютерную версию. Дальше. Перед тем, как отправлять код, я уже перезагрузил свой смартфон и потом посыпался ряд смс-сообщений. Ну, в общем, я вычислил последнее смс-ку по времени и потом уже ввел этот код в мобильное приложение. Поэтому, имейте ввиду, перезагрузка обязательно нужна. И в описании обязательно посмотрите, там будут полезные ссылки. в том числе на отдельно отснятый видеоролик по поводу смс-сообщений. Вот его посмотрите обязательно. Возможно, будет причина не в перезагрузке. То есть, перезагрузка вас не спасет. Возможно, там будут другие причины, которые озвучены в прошлом видеоролике. А также, в описании под этим видеороликом будут еще кое-какие ссылки. Они вам пригодятся в том случае, если у вас, допустим, не будет доступа к вашему номеру телефона. То есть, вы не сможете получить смс-сообщение. А также, у вас нет доступа к генератору кодов. соответственно, вам нужно уже восстанавливать доступ к вашей странице. Вот тут, в описании будут ссылки. Обратите внимание, какие. Вот сейчас я вам быстро их прочитаю. Ссылка на восстановление доступа к странице ВКонтакте. Вот прям жмете и вас перебрасывает на страницу восстановления. Дальше, если у вас какой-то вопрос есть, вы можете задать вопрос поддержки. В общем, посмотрите вот эти вот ссылки. Если доступа нет ни к номеру, ни к аутентификатору, то, соответственно, вам нужно восстанавливать доступ. И будет очень хорошо, если у вас будет привязана резервная почта к вашей странице. А также, будет замечательно, просто, если будут на вашей странице ваши реальные фотографии, ваши данные. Почему? Потому что, если поддержка, в общем, может обратить внимание на составление вашей страницы, на заполнение данных, ну и, соответственно, могут потребовать от вас паспорт, чтобы сравнить данные, но они не понимают, кто вы, либо вы мошенник, хакер, допустим, хотите угнать страницу, либо вы реальный владелец страницы. В общем, будут сравнивать данные, если что-то им не понравится, тогда доступ могут не восстановить. Поэтому, на будущее имейте ввиду, что вашу страницу нужно максимально защитить. Оставлю ссылку, как привязать Google Аутентификатор, и в конце появится рекомендация, а также на вашей странице должны быть указаны ваши реальные данные, то есть, ваш реальный фил и хотя бы парочка ваших фотографий. Не обязательно, чтобы весь фотоальбом был с вашими фотографиями, а, допустим, парочка ваших фотографий, если вы стесняетесь, допустим, либо побаиваетесь оставлять свои фотографии. Имейте ввиду, если реальных данных не будет, то и не будет нормальной защиты, как защитить страницу, также будет видеоролик, то тогда имейте ввиду, ребята, что рано или поздно вы просто потеряете доступ к вашей странице, поддержка вам не пойдет навстречу, поэтому обратите внимание на защиту и на указание реальных данных, чтобы не было в будущем проблем. Ребята, если вы впервые на моем канале, канал у меня по компьютерной тематике, если что-то происходит с вашим планшетом, ноутбуком, компьютером, не знаете, как пользоваться той или иной социальной сетью, не знаете, как восстановить доступ к той или иной социальной сетью, вы можете задавать мне свой вопрос либо в комментариях под видеороликом, либо, допустим, написать мне личное сообщение в моей группе ВКонтакте, заходим в раздел о канале и дальше находим вот ссылочки на мои все интернет-ресурсы. Вот смотрите, недавно была вот такая вот ситуация у моего подписчика, его компьютер пищал несколько раз, вот сейчас найду этот видеоролик, вот он он, он отснял мне видос, отправил мою группу ВКонтакте, я ему дал удаленные рекомендации, человек без определенных знаний сделал свой комп, он сэкономил время, а также деньги, поэтому у вас есть такая же прекрасная возможность ко мне обратиться, я вам помогу бесплатно, вам всего лишь нужно подписаться на мой видеоканал, а также, ребята, в связи с ситуацией в мире, я дублирую видеоролики в Яндекс Дзен, поэтому YouTube сегодня работает, завтра он работать уже, возможно, не будет из-за санкций, поэтому переходите в Яндекс Дзен, кнопка вот эта подписаться сработает только тогда, когда вы сделаете себе аккаунт Дзене, то есть раньше у вас был гугловский аккаунт, гугловская почта, а сейчас вам нужно всего лишь создать почту в Яндексе, и когда вы создадите ее, обязательно, конечно, защитите ее, то тогда у вас появится доступ ко всем сервисам Яндекса, Яндекс Дзен, Яндекс Диск, Яндекс Такси и так далее, и вот тогда вот эта кнопка подписаться у вас сработает, когда вы будете уже в своем аккаунте, ссылку на свой канал также оставляю в описании, не забывайте подписаться и в Дзен, так как завтра вы можете в Ютубе меня уже не увидеть, а я буду в Дзене. Ребята, хотел бы вам еще порекомендовать очень классные группы ВКонтакте, в которых вы сможете забронировать жилье на море без посредников в Крыму либо в Краснодарском крае, ссылочки на эти группы я оставляю в описании, в этих группах публикуется только объявление от хозяев, агентов недвижимости и посредников нет, поэтому переходите, вступайте и бронируйте жилье напрямую от хозяев. На этом все, чем смог, тем помог. Напишите, пожалуйста, свой комментарий, как вы вышли из этой ситуации, помогли мои рекомендации вам, либо не помогли, возможно у вас какие-то свои варианты есть решение этой проблемы, поэтому обязательно напишите свой комментарий и я его прочитаю, а также тем самым вы поможете другим людям, возможно у вас как-то все побыстрее решается. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok